Раньше под проспектом Кирова лежала теплотрасса диаметром 900 мм. Сейчас эту трубу демонтировали. В этом году участок от Береговой до Заводского шоссе попал в план по техническому перевооружению. В землю на глубину около 5 метров уже в ближайшие выходные начнут укладывать теплотрассу диаметром 1000 мм. Это увеличит пропускную способность теплоносителя, позволит подключить больше потребителей и повысить надежность трассы. От этой трубы горячую воду будут получать более 150 тысяч горожан. Сейчас мы здесь, надо сначала трубу положить. А потом, что-то телекапывается, идешь здесь. В городе сейчас перекладывают тепловые коммуникации по 11 адресам. Еще на 4-х работы начнут на следующей неделе. Новые трубы оснащены специальными датчиками, которые в случае порыва укажут место аварии с точностью до 1-2 метров. Это позволит быстро заменить поврежденный участок. Гарантия на новые трубы 50 лет. Что особенно важно, замена теплотрассы никак не сказывается на подаче горячей воды потребителям. По всем объектам мы либо закольцовываем, ну просто разрываем кольцо и запитываем по резервной схеме, а либо строим временные трубопроводы. Ну, что как можно убедиться, это как раз улица Физкультурная, это улица Челюскинцев. Помимо 15 участков, изначально запланированных к ремонту в этом году, перекладку теплосетей выполнят еще на 7 объектах. Работы начнут в июле. Это стало возможным благодаря переходу Самары в единый ценовой пояс. В общей сложности длина перекладки суммарно составит более 21 километра. Один из самых сложных и больших объектов – трубопровод под улицей Советской Армии, от которого тепло будет получать новая школа на пятой просеке. Там очень большой, там у нас будет два перехода через Новосадовую, два перехода через Советскую Армию и два перехода по двум дублерам. То есть вот там такой тяжелый объект, который будет полностью по срокам. У нас начинает там с 15 июля, и мы 20-го все переходы августа должны завершить. На выездном совещании обсудили и ход работ на других объектах. Первый замглавы города Владимир Василенко отметил, что на Некрасовской скрыто три участка, а активная работа ведется только на одном. Он заострил внимание на том, что работа должна вестись непрерывно. Ремонт всех объектов на постоянном контроле городских властей. Подготовка к отопительному сезону включает в себя и ремонт котельных. В этом году в системе теплоснабжения Самары планируется заменить 11 котлов. Все работы должны быть завершены к середине сентября. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События.